Как повлияло на чужих потери фюрера? Мы что-нибудь знаем о планете пришельцев, об их системе обороны? Мы вполне уверены, что ядро мозаики находится рядом с их планетой. И, судя по всему, исток должен быть где-то неподалеку. По данным, полученным от фюрера, там стоят автоматические системы безопасности, охраны, похоже, нет. И Мститель сможет преодолеть большую часть этих систем? Именно. Жаль, нет времени изучить их мир. Я бы многое отдал, чтобы взглянуть на него. Я мог бы устроить вас на Мститель. Ох, не нужно. Я готов отдать многое, но рисковать жизнью нет. Спасибо. Эх ты поддонок. Что вы думаете о наших шансах? Ваших шансах против истока или шансах всего человечества? Одно зависит от другого, нет? В каком-то смысле, да. Так что вы скажете о шансах? Лучше вам не знать. Ставки такие, что, скажем, если вы вернетесь, я разбогатею. Надеюсь, я вам помогу. С тебя 99% твоего гребаного дохода. Который ты заработаешь на ставках на мою жизнь. Похоже, мне пора. Если вернусь, может, привезу вам сувенир. Вы, главное, с мозаикой разберитесь. О большем я и не прошу. Я привезу тебе огромные инопланетные дилды, которые будут бегать за тобой, пока ты не сдохнешь. Сувенир, блин. На этой базе все такие уроды, что ли, или что? Хотя, о чем я говорю? Конечно, там все уроды. Даже виски спил. Ну, вообще нормально. Что за отношение такое? Баба со мной не разговаривает. На базе две бабы. Одна стерва, вторая не разговаривает со мной. Я не хочу так жить. Почему усилена безопасность? Третье. Приказ директора для защиты персонала. Боже, я знала, что чужие наступают. Но здесь... Нет, нет, не в этом дело. Просто приказ директора для защиты персонала. О. Так, мне в лабу, да, или куда? Да, мне в лабу. Давайте, Картер. Надеюсь, вы сможете все изменить. Так, кому мне конкретно? Угу. Дреснер, видимо. Майнд... Нет, не к Дреснеру. Хотя к Дреснеру тоже подойти можно. Что происходит? О, Герр Фольк поучил моим людям разработать особый модуль для Мстителя. У меня почти нет времени на наше открытие. Особый модуль? Я не люблю сюрпризов, док. Не беспокойтесь. Это просто небольшая предосторожность. Но в процессе работы мы сделали удивительное открытие. Так что вы открыли, док? Лекарство от лунатизма, то есть потенциальное лекарство. Его еще нужно проверить на людях, но доктор Харра почти уверен. Думаете, что нашли лекарство для лунатиков? Среди прочего, доктор Уир занимается разрушением связи с Масаикой. Вместе с доктором Харрой они научились отчасти снимать негативное воздействие инфекции. Какое-то лекарство лучше, чем ничего. Вам нужна моя помощь? Да. Доктор Харра просил вас присутствовать при первом испытании на людях. Меня? Я же не врач. Мне неизвестно его соображения, но я бы ему доверился. Если у вас есть время, конечно. Ради лекарства время найдется. Вундербар. Он в лаборатории. Готовится. А когда закончите, будьте любезны. Расскажите, что получилось. Вы сказали, что улучшаете Мститель. Чем вас не устраивает наша летающая тарелка? Простите, но в этом проекте директор полк требует полной секретности. Отдельные научные группы не знают, как будут использоваться их разработки. Не нравится мне все это. Я прекрасно вас понимаю, Вильям. Но полк уже видел, как просочились сведения о Мстителе. Он не хочет, чтобы история повторилась. Пожалуй, в чем-то он прав. У нас обоих много дел. Безусловно. Через пару часов мы определим будущее человечества. Так или иначе. Так. Или иначе. Все необходимое есть. Бегите с этим к директору и передайте, что я буду в ангаре. Агент Картер, вы как раз вовремя. Я не хочу с тобой пока разговаривать, не надо. Можно поговорить с пришельцем. Но, поначалу давайте с Харрой поговорим. Да, с нам достаточно. А, Генрих все-таки прислал вас. Ну, приступим. Чем я вам помогу? Вы здесь врачи, а не я. Мы боремся с инфекцией с помощью медицины, технологии и психологии. Вы здесь ради последнего. Я рад, что есть лекарства, но не понимаю, зачем я вам нужен. Эта инфекция поставила нас в тупик. Даже когда мы смогли устранить все симптомы, пациент не реагировал на внешние стимулы. У нас есть теория, что для выздоровления нужен психологический контакт с пациентом. Психологический контакт? Как это? Чтобы вернуть больного, нам нужен кто-то, с кем больной был знаком. Мы знаем, что наш подопытный Нико Досилова работал... Вы ставите опыты на Досилове? Да. Он болен лунатизмом, но он все еще агент Экском. И я уверен, что он согласился бы со мной, если бы мог говорить. Если это вернет Досилову, я с вами. А что, если это не сработает? Физически он не пострадает. Но с каждой неудачей он будет уходить все глубже и глубже. Значит, сделаем все с первого раза. Попробуем. Так что мне делать-то? Я же не хирург. Сестра Кэмпбелл выполнит все необходимые процедуры и поможет вам. А вы просто побудьте здесь и поговорите с ним, когда он начнет приходить в себя. А что говорить? Представьте, что вы будете спящего ребенка. Он заперт в мире снов, и вы должны вывести его оттуда, убедить проснуться. Можете ему просто шлепка дать? На меня в детстве это всегда действовало. Нет, нет, нет. Не стоит применять насилие и угрозы. Будьте мягче, постарайтесь вытащить его. Знаете, док, я не слишком-то мягкий. Наслышан. Но из-за агрессии он может снова соскользнуть в мир снов. Видимо, мозаика выстроила в его голове весьма комфортную тюрьму. Кажется, я понимаю, почему лунатики не хотят возвращаться в наш мир. Это как сломать зависимость. Вы должны помочь им, но действовать жестко. Жестко, но не жестоко, иначе их не вытащить. И мягко, и жестко, но не слишком. Ясно. Приступим. Если вы правы, все будет просто. Если бы все было просто, мы бы давно всех вылечили. Да приведите ему бабу, да и все. Че, зачем меня-то? Не двигайтесь. Похоже, мое время пришло. Нет, только не сегодня. Он готов. Поговорите с ним. Здорово. Дружище. Прощай, Картер. Давай, Досилва. Пора просыпаться. Оставь меня. Пульс участился. Вы пробиваетесь к нему. Продолжайте. Давай, Досилва. Пора вставать. Нет. Нет. Войне. Так. Война идет. Хватит дрыхнуть, солдат. Нет. Хватит. Картер. Он уходит. Пробуйте еще раз. Давай, Досилва. Пора вставать. Нет. Войне. Это еще и гад-неженка, да? Давай, Досилва. Ты же не хочешь проспать звездный час человечества. Да. Да. Нужно... вставать. Продолжайте. Еще чуть-чуть. Верно. Надо просыпаться, Досилва. Должен... встать. Да. Ты станешь первым человеком, который победил лунатизм. Давай. Должен. Должен. Черт, почти получилось. Думаю, он выдержит еще попытку. Верно. Надо просыпаться, Досилва. Должен... встать. Да. Так. Сейчас нельзя сдаваться. Картер... Мне снился жуткий... кошмар. Получилось, Картер. Он проснулся. Что случилось? Да ничего. Тебе на глазах только насрал. Мы вам все расскажем. Молчать. Вы очень ослабли. Надо рассказать это Генриху. Ну, я долго прострелить тебе башку уже. Отлично, Картер. Именно вас нам и не хватало. Неплохо. Впереди долгий путь, но вы доказали, что лунатиков можно вылечить. Поздравьте от меня Генриха. Так. Ну, наверное, можно побазарить еще с пришельцем. Офицер, шпион под охраной. Все в порядке? С тех пор, как вы убили фюрера, он просто душка. Не знаю, что на него нашло. В любом случае, все в порядке. Странно, но лучше уж так. Все равно, осторожней. Конечно, сэр. Мой девиз – бдительность. Ну, ладно. Ну, ладно. У вас-то как дела? О, с этим немного сложнее. Я слышал о ваших семейных проблемах. Есть новости? О, Перси эвакуировал моих родителей и мою девушку. Я рад, что смог поговорить с ней, пока болезнь не зашла слишком далеко. Я знаю, как это трудно. Но не волнуйтесь, она в хороших руках. О, я знаю. Просто, ну, с ней были мои родители. И они пили ту же воду, что и она. Мы не знаем, сколько им еще осталось. Может, они даже не заразились, но они хотя бы здесь. Не нравится мне это спокойствие. Может, он что-то задумал? Вряд ли. Он ни с кем не разговаривает, почти ничего не ест. И он все еще отключен от мозаики. Может, он заболел или черт его знает. Он как узнал о гибели фюрера с тех пор, как будто чего-то ждет. Интересно, что с ним будет, если вырубить мозаику. Когда, сэр? Не если. Я верю в вас. Перед самым запуском мы не можем рисковать. Если есть проблемы, я должен о них знать. Я знаю. Вся служба безопасности работает в особом режиме. Нас еще не обнаружили, но мы готовимся. В случае чего встретим их, как полагается. Рад слышать. Надеюсь, что до этого не дойдет. В таких вопросах опасно быть оптимистом, сэр. Мне нужно идти. Конечно, сэр. Идите и закончите эту войну. Ради всех нас. Так, так, так. Уильям Картер. Это ты. Спасибо, я и так знаю. Я не знаю. У меня были видения. Фюрер. Исток. Мой народ. То есть, сны? Наверное, так это называется. Они стали гораздо ярче, когда меня отключили от мозаики. В общем, нельзя спросить про его рот. Не вываливается ли пища, когда он ест суп, например, или что-нибудь еще. Или он голову на бок, может быть, наклоняет. Хотя, так как жевать. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...